А бывают дни, когда вообще не включаются, да? Итак, дорогие друзья, все, мы начинаем наш урок. Хорошая неделя. Книга, шмот, книга, глава. Глава и шмот, и день второй, день второй. Книга, шмот, глава, шмот. Начать запись. Поехали. Все, все работает, все работает. И в Телеграме все работает, и в Фейсбуке все работает. Все работает. Бывает не с первого раза, но главное же в итоге, что все получилось. Все смотрим по концовке, правильно? Хорошо. Хорошая неделя. Начинается она сейчас неделя, уже второй день недели у нас сегодня, да? Первый день недели было воскресенье. И сегодня, чтобы у нас был урок Лейлу Нишама Борох Бен Авраам, чтобы ему там было все хорошо. И для полного выздоровления всех, кто нуждается в выздоровлении, прям можете назвать имена, чтобы все, кто нуждается в выздоровлении, чтобы им было сила выздороветь. Сила, сила, энергия, сила, духовная сила Духовного выздоровления и материального выздоровления Все Значит, мы вчера остановились на том Мы вчера остановились на очень важном вопросе Который задал Шалом Он говорит, почему евреский народ ушел в изгнание Ушел в рабство вообще в Египте За что эти были все жуткие такие мучения И второе, за что, то есть что они плохого сделали Они пришли всего лишь в Египет по приглашению фараона Пришли, поселились и ничего плохого не делали Но Бог еще Аврааму сказал, что твое потомство 400 лет будет пришельцами в чужой земле И будут их угнетать и притеснять И Авраам не задавал ни одного вопроса Не спорил, не молился, не просил за них Он принял это как, само собой разумеется Эти вот ожидаемые учения для своих сыновей А за жителей дома он молился и просил за них И вот в чем ответ В чем ответ Значит, ответ такой Чтобы нам была понятна вся дальнейшая история Ответ я видел у Малбима Как раз он объяснял Когда Бог Аврааму сказал Что я твоим потомкам даю эту землю Землю Израиля Самое такое духовное место в мире Даю это твоим потомкам Все, Авраам Очень обрадовался Но он понимал, что это за то, что он прошел 10 испытаний Он прошел 10 испытаний И то он считал, что он не достоин того, чтобы получить такой ценный подарок Потому что, откуда мы знаем Он это посчитал Всевышнему Лецдака Как милосердие, да Он говорит Ну и подарок я получаю от тебя Вот, что мое потомство наследует эту землю Землю Израиля Но, говорит Как я узнаю, что они унаследуют ее Он говорит Всевышнему Смотри Я прошел 10 испытаний И то я считаю, что этого недостаточно Чтобы удостоиться жить в земле Израиля А испытания были очень серьезные От того, что его бросали в печку До того, что он сидел в тюрьме Голод Жену забирали То есть, Авраам прошел совершенно страшные испытания Которые вообще, не дай Бог, никому Да, чтобы Лидия выздоровела Чтобы ей было полное выздоровление И, значит, что Получается, что Авраам Богу задал этот вопрос Как я узнаю, что они унаследуют землю Ведь они могут быть несоблюдающие Не очень хорошие Не проходить испытания Могут неправильно себя вести Могут, не дай Бог, вообще про Бога забыть И что тогда? Как будет? Бог ему говорит Смотри Первое, принеси в жертву И сказал ему принести в жертву Телицу Барана Козла Крупного голубя И мелкого голубя Он говорит Всегда есть момент, который называется Жертвоприношение Жертвоприношение Это когда ты Приносишь в жертву Свои желания Побуждения И Телица Она обозначает Обозначает стремление к материальному успеху Нет, телица Это стремление к удовольствиям Баран Это стремление к материальному успеху Козел Это стремление к власти И славе Голубь Это вообще В принципе Все твои инстинкты Бог говорит Аврааму В любой момент Человек может принести в жертву То, что называется На современном языке Мессерут нефеш Самопожертвование Он может ради Всевышнего Пожертвовать чем-то И этим он удостаивается Получить И вечную жизнь И землю Израиля Аврааму Как будто бы Пропущен его второй вопрос Он говорит А если они не захотят Делать никакое самопожертвование Человек так устроен Что ему хочется Делать то, что ему хочется Какое там самопожертвование Какое там Вообще Усилие над собой Усилие над собой Это очень сложно А тут еще усилие над собой Ради духовности Авраам говорит Что тогда Бог ему говорит Тогда второй вариант Они будут Рабами Четыреста лет Чужой земле И их будут угнетать Он говорит Тогда можно получить То же самое Но через Внешнее давление Например Приведу вам сейчас Пример Вот Когда тренировался Да Был спортсменом То Нужно было Очень сильно Работать Прям Невероятно Сильно Просто Свой организм Нужно было Так нагружать Что просто Капец как Значит Чтобы Выходить на следующий уровень В развитии Физическом Теперь Если у тебя Нету сил Да То Кто Приходит тренер И тренер Тебя заставляет Он тебе говорит Ты должен Он тебя заставляет И ты тренируешься На тренере Теперь Было такое Одно упражнение Которое Которое Например К тебе привязывали Вначале колесо Шину И ты бежишь С шиной Привязанная к тебе Да Тебе сложно А ты бежишь С этой шиной Тебе очень тяжело Потом Значит Ты бежишь в гору Тебе очень тяжело Потом Ты уже Прям вырываешь Так тебе тяжело Потом Ты опять бежишь в гору Тебе очень тяжело А потом Тебя привязывают На веревку Такую И там моторчик И мотор тебя крутит И тянет тебя вперед И ты бежишь Быстрее Чем ты можешь Обычно бежать Для того Чтобы твой организм Ну как бы Привык Быстрее двигаться Получается Что С помощью Разных внешних усилий Заставляют Тебя и твой организм Двигаться В режиме В котором Ты сейчас Пока не можешь Двигаться То есть Ты выходишь За границы Своего Своих возможностей Для того Чтобы потом Ты Восстановился И происходит То что называется Суперкомпенсация И ты выходишь На новый уровень Развития Получается Что Как Если мы сейчас Вот про болезни Как человеку Колят Прививку Для того Чтобы он прошел Минимальную Форму болезни Чтобы его организм Научился с ней справляться Чтобы потом Если приходит болезнь Он уже сильный Он может с ней справиться Точно так же Бог сказал Аврааму Что Пребывание в рабстве В Египте Оно является Не наказанием За что-то Оно является Тренировкой Для чего-то И он говорит А потом Выйдут они Барахуш Годоль Выйдут они С большим имуществом С каким имуществом Они выйдут Они Ну Физическое имущество Они вынесли Из Египта В конце концов Египтяне Расплатились с ними За все годы рабства То есть Перед выходом Евреев взяли Из Египта Все золото Которое было в Египте И потом В греческом суде Когда Египтяне Пришли И говорят Вот в Торе написано Вы Забрали У нас Все имущество Да Когда выходили Так Представитель Еврейского народа В греческом суде Он говорит Давайте откроем Несколько страниц Раньше в Торе И там написано Что пришли евреи В гости По приглашению фараона А потом забрали В рабство их И заставляли работать 210 лет Так если за эти 210 лет Взять те деньги Которые им должны были Заплатить То то что они вынесли Намного Намного меньше Чем то что Чем то что должны Заплатить Египтяне И Египтяне Ушли из суда Значит Сняли все свои требования Потому что Действительно Это было так Они забрали в рабство И потом Расплатили за это рабство Причем Не доплатили А что с еврейским народом Они шли Из Египта Получать Тору И шли в землю Израиля Это огромная ценность Написано в Талмуде Что три подарка Дал Бог Еврейскому народу Тору Землю Израиля И вечную жизнь И все три Дал через страдания То есть Их можно получить Только через страдания Теперь получается Что они были Когда 210 лет в рабстве Они получили То есть Они заранее заплатили Потом получили Человек Который сейчас Приезжает в Израиль Некоторые Жалуются Вот Ну не идет мне Израиль Не могу Я прям Все мне здесь Все не идет Почему? Потому что Ты приехал Тебе дали Деньги Гражданство Медицину Все тебе дали А А ты Еще и недоволен То есть Как это Значит Надо за это Расплатиться Расплатиться Какие-то болезни Какие-то неприятности И так далее Понятно Да Как это работает То есть Авраам Поэтому Он не просил Всевышнего Чтобы Всевышний Простил И отменил Это Изгнание Потому что Это изгнание Не было наказанием Как жителям С дома Жителям с дома Это было наказание За их зло А еврейскому народу Это не было наказание Это было Условия Получения Какой-то ценности Хочешь получить ценность Значит должен отработать В жизни всегда так И гатов И мацата Говорит Тора Трудился и нашел Верь А если скажет тебе кто-то Не трудился и нашел Не верь Потому что Если он даже нашел То потом придется расплачиваться Такие находки Никому не нужны Говорил царь Саамон Что Наследство И находка Нет в них благословения То есть То что человек получает Без труда То в этом нет благословения Потом за это приходится Расплачиваться Хорошо Это был ответ На вчерашний вопрос Теперь сегодня Мы изучаем Второй отрывок Главы Шмот И Позвал Царь Египта Поветух И сказал им Почему это Вы делаете эту вещь Что вы не убиваете Мальчиков Да Как я вам сказал Вы оставляете их живых Сказали Поветухе Фараону Евреи Они не как Египтянки Они рожают Еще до того Как мы успеваем К ним прийти Что-то происходит Странно Они рожают Как будто бы Как животные рожают И животным же не нужны Принимание родов Акушеры Больницы И так далее Как-то Всевышний Так сделал Что мир существует Все животные рожают Холодно Жарко Есть еда Нет еды Кошки Собаки Муравьи Все рожают Слоны Если бы люди Не вмешивались В эти процессы То мир Существует И каким-то образом Существует Он без Вмешательства Сказали Поветухе Что евреи Рожают Сами Значит И Они Получается По факту Они не хотели Выполнять Приказ Фараона И Всевышний Сделал Для них Добро А народ Умножался И становился Сильным Очень Значит Из-за того Что боялись Поветухи Всесильного Сделал Им Дома Значит Он сделал Им Получается Что Некое Событие Духовное Которое Человек делает Самопожертвовая Да То есть Он Бомесерут Нефиш Как Авраам Про отец Авраам Он Самопожертвование Делал Прошел Десять Испытаний И в награду Получил Для себя И для своего Потомства На вечную Землю Израиля Также Получается Любой Человек Который Делает Самопожертвование В сторону Всевышнего Он Жертвует Своими Интересами Своими Желаниями Своими Хотими Еще чем То он Жертвует В этот Момент Он Может Получить От Всевышнего Он И его Потомство Некий Духовный Заряд Который Будет Ити На Вечность На Все Поколения Это То Что Мы Здесь Видим Что Вот Этим Поветухом Бог Сделал Дома И Говорит Нам Устная Тора Что От Приказ Приказ Поветухом Своему Народу Говоря Каждого Каждого Мальчика Который Родится Бросайте Его В Нил А Каждую Девочку Оживляйте То есть Он Издает Приказ Чтобы Убивать Всех Детей Всех Мальчиков В Египте Неважно Евреи Египтяне Пришельцы И так Далее То есть Фараон Такой Тоталитарный Диктатор Он Говорит Убивать Всех Почему Он Говорит Убивать Всех Потому Что Его Звездочеты Имади Они Сказали Что Родится Мальчик Который Выведет Евреи Народ Из Египта И Этот Мальчик Он Значит Эти Звездочеты Видели Что Он Родится Но У них Был Сбой Какой То В Программе Они Не Видели Или Он Будет Египтянином Или Он Будет Евреем Потому Что Не Видно Было Четко Им То Есть Они Видели Когда Примерно Он Должен Родиться В Этом Году Да Когда Я Помню Была Передача Называлась Она Называлась На Экстрасенсы Да Экстрасенсы Я Кусочек Видел Один И Там Этих Экстрасенсов Испытывали Насколько Они Экстрасенсы И Там В Багажни Эти Машины Спрятали Чемодан С Карликом И Одна Женщина Такая Вышла Искать Этот Чемодан Разожгла Свечи Расставила Какие-то Статуи Там Она Вот Так Делала Вот Так И Он Ей Говорит Ну Что Где Карлик Она Говорит Сейчас Я Скажу Потом Такая Все Я Знаю Он Говорит Где Он А Там Много Стоит Машин Как Стоянка Такая Подземная И В Багажни Чемодане Карлик Она Говорит Я Знаю Где Он Где Он Где То Здесь С Таким Духовным Лицом Он Где То Здесь И Вот Значит Эти Звездочеты Египетские Они Знали Что В этом Году Родится Мальчик Который Который Выведет Евреев Из Египта И Но Не Знали Он Будет Египтянин Или Он Будет Еврей Потому Что Они Не Видели И Что Фараон Приказал Убивать Всех В этом Году Следующее Начинается Повествование Вайлех Ишми Бет Леви И Пошел Человек Из Дома Леви И Взял Он В жены Женщину Из Дома Леви И Забеременела Женщина И Родила Сына И Увидела Его Что Он Хорош И Спрятала Его Три Месяца Теперь Одна Короткая В письменной Торе Отрывок Теперь Как Было Дело Когда Вели Это Постановление То Глава Колена Леви Это Был Амрам Его Звали Он Был Колена Леви Это Было Колено Священников Которые Не Были В рабстве Это Тоже Очень Интересно Что В Риме Не В Египте Очень Уважали Священников И Неважно Каких Священников Они Боялись Людей Которые Связаны С Духовностью И Выделяли И В Еврейском Народе Было Колено Леви Которое Было Выделено Колено Священников И Они Не Были В Рабстве И Вот Был Амрам Который Был Главный В этом Колене И Он Значит Говорит Ну Что Мы Будем Делать Если Они Убивают Всех Мальчиков Мы Тогда Разводимся Женами И Они Дали Женам Деты Жены Отдельно Мужчины Ушли Отдельно И Они Не Жили Со Своими Женами Чтобы Не Было Детей Чтобы Не Убивали Мальчиков Теперь Подошла Дочка Этого Амрама Мирям Ее Звали Ему Говорит Мирям Ты Еще Хуже Чем Фараон Папа Он Говорит Почему Потому Что Фараон Сказал Убивать Только Мальчиков А Ты Являешься Причиной Того Что Не Рождаются Девочки И Она Ему Сказала Эту Вещь Вещь Глубокая Потому Что Кто Управляет Миром Фараон Или Бог Сказал Фараон Убивать Мальчиков Но Бог Не Сказал Развести Женами Не Сказал Значит Мы Должны Делать Своё А так Она Ему Сказала Другими Словами И Пошел Значит Амрам Глава Колено Леви Взял Свою Жену Обратно Этим Написано Что У него До Этого Было Двое Детей Как Он Пошел К ней Взял Ее В Все Евреи Развели Со Своими Женами А Потом С Ними Заново Через Там Какое То Время Поженились Да После Амрама Это Сделали Все Остальные Евреи Тоже То Они Начали Следить С Момента Когда Они Поженились И Считали Что Через Девять Месяцев Мы Значит Через Девять Месяцев Мы Всех Мальчиков Убьем Так Так У них Был Расклад Хорошо Ну Что Мы Здесь Видим Что Она Родила Мушер Абей Но Когда Он Был Шестимесячный Они То Еще Шесть Месяцев Они Даже Не Ожидали Что Будут Роды Поэтому Она Его Родила Но Они Не Ходили По Домам Не И И Три Месяца Она Могла Прятать До Девяти Месяцев Но Когда Три Месяца Прошли Уже Девять Месяца Уже Все Остальные Начали Рожать И Они Начали Ходить По Домам И И И И Детей Она Увидела Что Дальше Его Прятать Невозможно Это То Что Здесь Скрыто Как Она Могла Прятать Три Месяца Когда Всех Мальчиков Убивали Теперь Второе Когда Она Его Родила Она Увидела Что Китов Китов Это Что Он Хорош Весь Дом Наполнился Светом И Когда Дом Наполнился Светом То Это Был Какой-то Необычный Свет Говорит Намусная Тора Что Машера Бейну Он Родился Обрезанным И Он Родился С душой Как У Адам Решона Как У Первого Человека До Греха То Есть От Него Действительно Шел Такой Духовный Свет Сияние Он Был Уже Приготовлен Для Того Чтобы Исполнить Свою Миссию Получить Тору И Вывести Верес Народ Из Египта Но Главное Это Получить Тору То То Он Был Приспособен Для Этого Теперь Больше Не могла Она Его Прятать И Положила Она Его В Тыват Гуме Значит В Тростниковую Корзинку Она Его Положила И Смазала Его Снаружи Не Такой Вот Смолой А Снутри Глиной И Поставила Она Значит В В Камыши Эту Корзиночку Здесь Тоже Идет Нам Намек Что Человек Жизнь Как река Вы знаете Да Этот намек Что Жизнь Человека Как река Невозможно Войти В одну И ту же Реку Дважды Что Действительно Каждый Момент Жизни Это Новый Момент И Ты В этом Моменте Всегда Новый И Твое Взаимодействие С жизнью Оно Все время Ново Обновляется И Обычный Человек Он Находится Тоже Как в Некой Корзинке Тело Человека Это Вертикально Ходящая Лужа В которой Есть Вся Таблица Менделеева Плюс 70% Воды И Значит Это Тоже Некая Корзинка В которой Находится Душа И Вся Вот Этот Весь Этот Процесс Когда Она Ставила Ребенка Корзинка Поставила В Нил Это Как Некая Метафора Жизни Человека И Значит Поставила На его И Отпустила И Стояла Его Сестра Издалека И Смотрела Что Будет С ним То Ей Было Интересно Что Будет С ним Теперь Это Тоже Метафора В которой Сестра Которая Стоит И Смотрит Издалека На Душу Которая Плывет В корзинке Это Божественное Присутствие Да Шхина То что Называется Божественное Присутствие Которая Смотрит Что будет С душой Человека Пока Он плывет По жизни По реке В Корзинке В своем Теле То есть Интересно Бог смотрит Что Как оно Будет Куда Он пойдет Выберет Добро Выберет Зло Выберет Заповеди Выберет Там Я не знаю Стать футбольным Фанатом Что он Выберет В Этеред Бат Порой Спустилась Дочка Фараона Омываться В Нил И с ней Были Ее Служанки И значит Увидела Она Эту Корзиночку В камышах И послала На одну Из своих Служанок Чтобы Взять Эту Корзинку И Открыла И увидела Ребенка И этот Ребенок Она увидела От него Такой Духовный Свет Он был Очень Красивый И он Нар Он плакал Голосом Подростка То есть Она удивилась Такой вот Маленький Ребенок А голос У него Как у Подростка И она Жалилась Ватахмоль Алаф Вот тут Вот слово Тахмоль Махила Она Жалилась Над ним Малдим Объяснил Суть Этого слова Есть Рахманут Есть Милосердие Есть Жалость Есть Сострадание Это Разные Слова И слово Тахмоль Это Это Не Милосердие И не Сострадание И не Жалость А это Как Как он Объяснил Ватахмоль Когда что-то Прекрасное И оно Пропадает И тебе Это не Жалость Даже Ты хочешь Это сохранить И она Увидела Такого Прекрасного Ребенка И она Захотела Его сохранить Несмотря На опасность То есть Она сразу Поняла Что это Из еврейских Детей Которых Надо Топить И Значит Она Сказала Миялде Эвримзе Что он Из Детей Еврейских Детей Она Решила Его Сохранить Ватомар Ахото И сказала Его Сестра Тут Подбежала Его Сестра Мириам Которая Следила Издалека К дочке Фараона И Сказала Давай я Пойду Позову Кормилицу Из евреек Ребенок Отказывался Есть Нееврейское Молоко Говорит Устная Тора И второе Что Сама Вот эта Принцесса Дочка Фараона Боялась Боялась Какая Египтянка Его Убьет Значит И Вот это Предложение Что Пускай Давай найдем Кормилицу Еврейку Очень ее Обрадовало И пошли Они Значит Позвали Сказала Дочка Фараона Иди И Позови И побежала Эта девочка Сестра Машарабен Мириам Позвала Она И позвала Маму Ребенка Отлично Видите Как все Сходится И сказала Дочка Фараона Давай Мне Выкорми Ребенка Значит А я Дам Тебе Еще И Зарплату За это И Мама Значит Машарабену Начала Его Выкармливать Грудью И Вырос Ребенок И Значит Привели Его К дочке Фараона И он Был Ей Как Сын И Назвала На Его Моше Моше И Сказала Потому Что Из воды Я Вытащила Его Так Расшифровывается Это Имя То есть Моше Вытащены Из воды И Получается Поэтому Наверное Не видели Астрологи Фараона Он Будет Еврей Или Он Будет Египтянин Потому Что Он Воспитывался Во дворце Он Воспитывался Как Царский Сын Как Сын Фараона Он Изучал Все Что Изучали Во дворце Царствие Дети И Он Выглядел Как Египтянин Потом Мы узнаем Что Воспитывался Во дворце И У него Был Получается Менталитет Как У Египтянина Душа Была Как У Адам Решона У Первого Человека Выкормила Его Его Мама Которая Была Из Колена Леви Она Была Йохевет Дочка Леви То есть Она Была Прямо Внучка Якова То есть Это Был Совершенно Уникальный Уникальный Человек Через Которого Была Потом Донатора Вот Мы До Этого Момента Дочитали И Мы Видим Насколько Жизнь Человека Непредсказуема Насколько Это Похоже Действительно На реку Которая То бурная То так То так Насколько События Вокруг Они Непредсказуемы И Насколько Насколько Все Таки Нужно Знать И верить Что Всевышний За всем Наблюдает И В любой Момент Всевышний Может Изменить Ситуацию К Лучшему Именно Эта Вера Она Может Кардинально Изменить Жизнь Человека Улучшить Ее Обогатить Ее Сделать Жизнь Человека Более Более Насыщенной Хорошей Красивой Здоровой Вера В Бога Это Конечно Самое Важное Что Есть У Человека Для Изменения Своей Жизни Для Улучшения Своей Жизни Во всех Направлениях Все Дорогие Друзья Значит Чтобы Всевышний Услышал Наши молитвы И выполнил Для нашего Блага Чтобы Вот Именно От всего Сердца Мы молились И чтобы Мы в итоге Наши молитвы О мире Чтобы Закончилась Эта война Они Повлияли И Переломили Все то зло Которое Сейчас происходит И Чтобы война Закончилась Прямо Прямо Сегодня Все А все Кому нужно Выздоровление Чтобы Выздоровели Удачи Успехов До Завтра До Завтра Счастливо 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 Счастливо